Продолжение следует... Когда его опустили на землю, люди сказали ему, «Воистину, иудеи согласились на твое решение, о Саад». «Будет ли имя исполнен мой приговор?» — спросил он их. «Да», — ответили ему. «А мусульмане также будут довольны моим решением?» — вновь вопрошал он. «Да», — ответили ему. Затем Саад ибн Муаз посмотрел на пророка. Из уважения и благовоспитанности, повернув голову в сторону, он спросил, «И тот, кто находится там тоже?» — пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, ответил, «Да». То есть я тоже подчиняюсь этому решению. Тогда Саад провозгласил, «В таком случае я приговариваю к смерти их мужчин, женщин и детей следует взять в плен, а имущество разделить». Пророк же воскликнул, «Аллах велик, ты рассудил их, согласно решению, неспосланному Аллахом с высоты семи небес». Таков был приговор Аллаха в отношении людей из племени Бану-Курайза, которые предали пророка, да благословит его Аллаха, приветствует, из подвижников. Нарушили договор в одной из наисложнейшей для мусульман ситуации и долгое время строили козни. Приговор в отношении их был приведен в исполнение, и только небольшая группа из них приняла ислам, и Аллах и его посланник простили их. Когда мусульмане начали делить имущество иудеев, то обнаружили в их тайниках большое количество оружия, припрятанного для того, чтобы, желая вероломно поступить в отношении посланника и его сподвижников. Имущество племени Бану-Курайза было разделено, мужчины убиты, а женщины и дети взяты в плен. Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, расправился с самой большой опасностью для Медины, племенем Бану-Курайза. После того, как Аллах указал Сааду и Бану-Курайза на приговор свой в отношении Бану-Курайза, он ответил и на мольбу Саада. В это время Саад и Бану-Муаз находился в мечети, рана его вновь стала кровоточить, и душа его отошла к Создателю ее. Саад и Бану-Муаз умер. Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал о нем, «Трон милости его заколебался от смерти Саада и Бану-Муаза. Неся на носилках тело Саада для погребения, люди говорили, его носилки легки». Пророк ответил им, «Воистину, его вместе с вами несут ангелы». На его погребение наряду с верующими пришли сами ангелы. Так был похоронен один из героев этой общины, Саад и Бану-Муаз, да будет доволен им Аллах. Абул-Любаба же оставался привязанным к столбу в мечети на протяжении шести дней и ночей. В течение шести дней жена отвязывала его только для отправления нужд и совершения молитв, а затем привязывала снова. Так он мучил себя, потому что ошибся и нарушил права Аллаха и посланника его, да благословит его Аллах и приветствует. Шесть дней и ночей Абул-Любаба не желал развязывать путы. И вот прошло шесть дней. Пророк находился в доме своей жены Ум-Салямы. В ту ночь Ум-Саляма увидела, что пророк улыбается, и спросила его, «Что заставило тебя улыбаться, о посланник Аллаха?» Воистину, Аллах не спослал откровения о прощении Абул-Любабы. Воистину, Аллах не спослал откровения о прощении Абул-Любабы, сказал он. Ум-Саляма обрадовала Абул-Любабу, и пришедшие люди начали развязывать узлы на нем. Но он сказал, «Нет, клянусь Аллахом, это сделает только посланник Аллаха». И после совершения утренней молитвы пророк, да благословитого Аллаха приветствует, развязал путы на Абул-Любабе. Аллах принял его покаяние. Такой приговор вынес великий и всемогущий Аллах наивеличайшему врагу, находящемуся рядом с мусульманами, племени Бану-Курайз. Так приговорил их великий и всемогущий Аллах, и он избавил их от сражения. Абул-Любаба Саляма Ибн Аби Аль-Хукайк Его также называли Абу Рафи. Он был одним из преступников, которые подстрекали союзников к битве урва. Ахазраджиты попросили разрешения расправиться с ним. И с позволения посланника Аллаха, пять всадников из племени Хазрадж направились в Хайбар, чтобы убить этого скверного человека, преступника. Эту группу возглавлял сподвижник по имени Абдуллах Ибн Атик. И вот они достигли укрепления, где скрывался Абу Рафи Саляма Ибн Аби Аль-Хакик. В этот момент Абдуллах Ибн Атик сказал своим друзьям, оставайтесь здесь. Когда же наступила ночь, и двери крепости хотели закрыть, ему удалось проникнуть в крепость. Абдуллах вошел в крепость. Позже он рассказывал, я дошел до дома Абу Рафи, до дома того скверного иудея. В его доме ночью люди сидели и разговаривали. Я подождал, пока они разошлись, продолжал он. А затем вошел в его дом, открывал дверь за дверью. Из-за боязни они строили многочисленные стены и укреплены. В темноте ночи я входил в дверь за дверью. Было темно, и я не знал, где находился Абу Рафи. Когда же я дошел до его комнаты, то закричал, «О, Абу Рафи, что это?» Спросил он меня. И тогда я ударил его мечом, но не попал в него. Он начал кричать, а я покинул дом. Он все продолжал кричать. Я немного подождал, а после вошел еще раз и сказал, «Что с тобой? Почему ты кричишь о Абу Рафи?» Словно я, желая помочь ему. Он ответил, «Один мужчина из дома ударил меня мечом». Тогда я понял, где он находится, несмотря на темноту в доме. Я сильно ударил его, а после этого я ударил его мечом. Я убедился, что он мертв. Я покинул дом, продолжал Абу Рафи, пока меня не настигли люди. Спускаясь по лестнице, я упал и сломал голень. Тогда я спрятался в одном из углов крепости и дождался утра, чтобы убедиться в смерти Абу Рафи. Когда же закукарекал петух, и наступил рассвет, я услышал, что глашатый кричит, «Я оповещаю вас о смерти Абу Рафи, торговца Хиджаза!» Он провозглашал о его смерти. И только когда Абдуллах ибн Атик убедился в кончине Абу Рафи, он покинул крепость. Хромая, он направился к своим друзьям. Голень его была ушиблена. Друзья понесли его на руках к посланнику Аллаха. Они обрадовали его этой новостью. Пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, обрадовался смерти врага Аллаха. Он призвал Аллаха за Абдуллаха ибн Атика, провел рукой по его голени, и та была излечена, словно ничего и не было. Аллах ослабил силу иудеев смертью этого преступника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, направил отряды, дабы наказать и другие племена, мешавшие мусульманам или караванам мусульманам. Предводителем в один из таких отрядов он отправил героя, Мухаммада ибн Маслема. Ибн Маслема направился в одно из поселений, сражался с людьми этого поселения и победил. А после вернулся с трофеями к посланнику Аллаха. В этом походе он пленил Сумаму ибн Усаль, вождя племени Бану Ханифа. Ибн Маслема привел его к посланнику Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует. Пророк приказал привязать его к одному из столбов в мечети. Он пожелал, чтобы этот предводитель целого племени увидел, как мусульмане общаются с посланником Аллаха, как молятся, как читают Коран, чтобы увидел их нрав, чтобы Сумама увидел то, чего никогда не видел. Каждый день пророк да благословит его Аллаха приветствует, подходил к привязанному к мечети мужчине и спрашивал, «Как ты, о Сумама? Что у тебя, о Сумама?» Пророк да благословит его Аллаха приветствует, предлагал принять ему ислам. На что Сумама ему отвечал, «У меня благо, о Мухаммад, так как если ты убьешь меня, то за меня есть кому отомстить, мое племя отомстит за меня». Он до сих пор гордится грехом, он до сих пор думает, что его племя может противостоять исламу и мусульманам. Пророк оставил его, а Сумама говорил, «Если ты убьешь меня, то убьешь того, за кого отомстят, а если окажешь благодеяние, то окажешь его человеку благородному. То есть, если ты отпустишь меня, не причиняя вреда, то я буду благодарен тебе. А если ты желаешь имущества, продолжал он, то получишь его». Ведь Сумама был вождем своего племени. За него могли отдать имущество, которое пожелал бы пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Бедный, он думал, что посланник Аллаха желает его имущества. Клянусь Аллахом, пророк не желал взять имущество ни у одного человека. «О, люди, я не прошу у вас вознаграждения», говорил он. Пророк, да благословитого Аллаха, приветствует, оставил Сумаму, привязанным к столбу в мечети. Сумама наблюдал, как люди совершают молитву, поясной и земной поклоны. Пророк намеренно приказал привязать его к столбу в мечети, чтобы тот видел мусульман, их поклонение, нрав, отношения между собой, их поведение и этикет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел к нему на следующий день. Он спросил Сумама, «Что скажешь, о Сумама?» Тот ответил ему так же, как и прежде, «Если ты убьешь меня, будет кому за меня отомстить. Если окажешь мне благодеяние, то окажешь его человеку благородному. Если же ты хочешь денег, то требуй, что пожелаешь». Пророк оставил его и на третий день в мечети. На третий день он задал ему тот же вопрос. А Сумама ответил ему теми же словами, «А ведь он уже видел ислам и мусульман на практике. Как же это не подействует на него?» Пророк наказал своим сподвижникам, «Отпустите Сумаму». Он приказал отпустить его. Сподвижники развязали и отпустили его, как приказал им сделать посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Да, пророк приказал отпустить его и не стал требовать выкуп за это, так как этот человек был вождем своего племени. И этим своим действием пророк желал достичь кое-чего, так как пророку не спосылались откровения от Господа его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отпустил его. Сумма покинул Медину, но он хотел покинуть ее только ради одного. Он направился в рощу за Мединой и сделал полное омовение. Затем он вернулся в Медину и провозгласил, «Я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха». Когда его спросили, «Что же помешало тебе сказать эти слова, когда ты находился в мечети посланника Аллаха?» Он ответил, «Я не сделал этого там, чтобы люди не подумали, что я принял ислам из желания избавиться от связывающих меня пут. Так он принял ислам и прекрасно исповедовал его. А когда он приехал в Мекку, курешиты спросили его, «О, сумама, ты отступил от своей веры?» «Нет, я подчинился Аллаху, Господу миров». И принял ислам и уверовал в его посланника, ответил он им. А после этого добавил, «Клянусь Аллахом, не поступит к вам из Ямаммы ни одного зернышка пшеницы без разрешения посланника Аллаха». Курешиты долгое время пребывали в этой блокаде, пока неверующие курешиты не направились к посланнику Аллаха и не попросили поговорить его с Сумамой, чтобы тот вновь начал продавать им пшеницу. И пророк сделал это. Он написал Сумами и наказал ему помиловать курешитов и давать им пшеницы столько, сколько они желают. Сумама принял ислам, увидел нрав мусульман и ислам на практике. Таким образом, пророк посылал отряд, чтобы нейтрализовать каждого, желающего причинить зло исламу и мусульманам. У пророка, да благословитого Аллаха, приветствует, были дойные верблюдицы, которые паслись на местности, где было много растительности. Эту местность называли Габа. Это увидел один из многобожников по имени Уэйна ибн Хысн. Он собрал несколько своих всадников, чтобы поймать этих верблюдец. Верблюдец пророка Аллаха, да благословитого Аллаха и приветствует. Он незаметно подкрался к стаду, подошел к пастуху, убил его и пленил его жену, а после захватил всех верблюдов. Мусульмане же были в Медине и не знали об этом. Свидетелем этого события был один маленький мальчик. Он поспешил в Медину, чтобы сообщить об этом пророку. По дороге он увидел сподвижника по имени Саляма ибн Аль-Аква, который был измельчен.